Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 августа. Я сегодня вот зашла в эти ряды, у меня здесь помидорные меньшинства. Ну всякие нетрадиционные, голубые, зеленые, шоколадные, всякие полосатые. Мне нынче надавали много семян, я вот сюда их посадила. И хочу показать вам, какие томаты получились у меня, выросли без единой подкормки. Помните, я летом показывала вот те центральные ряды, но у меня как, кто смотрит меня давно, они уже поняли, что у меня все разбито по секторам. За какими-то я ухаживаю тщательно, вот особенно в теплицах, за какими-то так дежурный уход, а какие-то у меня вообще заброшенные, вот там где грядка, ленивка, там на горе. И вот эти томаты, так как я, ну как, они у меня еще на испытании, я не знаю там какие из них останутся, у меня какие не останутся. Конечно, я нынче в теплице-то побегала, там и брызгала, и все делала. А здесь у них сильно и полива не было, и ни одной подкормки не было. Я снимала когда видео, как всех остальных кормила, а про них я снимала видео, что некоторым томатам по одной ложке золы всего достаточно. Вот я им дала по ложке золы вот этому ряду, а который справа от меня вообще ничего не дала. Я очень удивилась, когда пришла вот несколько дней назад обрезать листья, как обычно, как у всех, я удивилась вот этому изобилию. Вот такие прям, ну вы видите сами, такие гроздья висят. И причем томаты мне неизвестные, вот мне надавали семян, тут у меня и изумрудное яблоко, и царевна, лягушка, сибирский малахит, там вот впереди еще черный шоколад, какая-то черная лакомка. И я хожу на них каждый день, смотрю, я не знаю, каким они должны быть в спелом виде, и как понять, что они уже поспели. Зеленоплодные, если честно, ни разу не садила в жизни. И у меня ни разу даже в магазине руками тянулось купить зеленую помидорку, зеленоплодную. А если вот так подумать, я вспомнила, что я и не видела ни разу пачек зеленоплодных помидор. И почему-то как получилось, что я сколько лет выращиваю томаты, а вот такие тигровые у меня были. Вот это должен быть, как же, полосатый шоколад, по-моему, очень красивые, декоративные такие. Смотрите, я вот все любуюсь на них. У меня вот толстый ботсман тоже есть такой, но это как еще лучше, она такая прям крупная. И вот теперь я хожу и смотрю, как же узнать, что поспели зеленые помидорки. Они ведь не краснеют, они тоже должны так и остаться зелеными. И вообще, сюда пришла не за этим, хочу показать, как выросли у меня помидоры без единственной подкормки, полузаброшенные. Смотрите, какой урожай. Это значит, что мои друзья в одноклассниках от чистого сердца мне эти семена дали. Это не мои семена, ни одного семени нет моего. Наверное, с наилучшими пожеланиями. Вы смотрите, что творится. Так что я эти семена, наверное, буду еще и собирать. Я думала, что будут в ограниченном количестве. Они, наверное, будут в неограниченном количестве. Очень хорошие завязи. Не буду вас отвлекать. Когда поспеют, покажу. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мои помидорные меньшинства. Голубые, шоколадные, зеленые. Которые выращиваю зеленые и шоколадные в этом году первый раз. Так что будем испытывать и смотреть. Потом буду вам свое мнение о них говорить.